Добрый день, дорогие друзья! Я продолжаю свой проект «Ничего лишнего на весах». Для тех, кто смотрит нас впервые, я напомню, что я в прямом эфире на глазах у всей страны сбрасываю лишние килограммы. Делаю я это вместе с кандидатом медицинских наук, психотерапевтом Михаилом Алексеевичем Гавриловым. Чуть позже мы встретимся с ним в студии, ну а пока я расскажу, как выполняла домашнее задание. Мне было задано устроить провокацию, то есть отправиться на какой-нибудь праздник и попробовать выдержать это безобразие. И надо сказать, что у меня получилось за эту неделю даже дважды. Один раз я просто съездила в гости с ночевкой, там было сложно, потому что я была ужасно голодна и меня кормили макаронами. Пришлось не наедаться. А вот второй раз я отправилась на шашлык. Вот там уже было намного сложнее, но может быть потому, что настрой был как раз такой не наедальческий, скажем так, а все-таки более настроенческий. Хотелось пообщаться, хотелось самого процесса, вот нанизывать шашлык, жарить шашлык. А вот как-то есть не очень хотелось, поэтому я все выдержала и домашнее задание выполнила просто с удовольствием и очень легко. А сейчас давайте переместимся в студию и поговорим с Михаилом Алексеевичем Гавриловым. Михаил Алексеевич, ну вот я уже рассказала, как выполнила домашнее задание, как я, даже у меня получилось дважды, да, и так, и в гостях, и вроде бы и к маме в маленький отпуск съездила. И вот в связи с этим у меня вопрос. Ведь мне все удалось, а ведь это мог быть какой-то, на самом деле, срыв. Такая была хорошая провокация, поехать к маме-то на шашлычок. Екатерина, если вдруг что-то пошло не так, мысленно проводим красную черту с надписью «Стоп» и просто продолжаем делать все, как ни в чем не бывало. И то, о чем вы рассказывали, шашлыки и вкусные какие-то продукты, это совершенно нормальная часть программы. То есть нельзя сразу научиться правильному пищевому поведению. Обязательно должны быть какие-то ситуации, которые требуют проработки. Допустим, нормальные рабочие недели, одна за одной, вырабатывается определенный ритм пищевого поведения, прекрасно идет снижение веса, и здесь поездка к маме, поездка на шашлыки или поездка в отпуск. Естественно, там другие продукты, другая ситуация, и поэтому уже другие стратегии, другие техники. А как победить вот этот страх? Потому что мне на самом деле было боязно. Я постоянно думала, а сколько же калорий в этом кусочке мяса, а сколько калорий в этом кусочке рыбы, а можно ли мне съесть этот тортик? Потому что действительно не было возможности, как я обычно уже привыкла дома это делать, положил кусок чего-то на весы, понял, сколько там граммов, приблизительно оценил в калориях, записал, все хорошо, и я представляю, что и как. А там такой возможности не было, то есть там нет приспособления для взвешивания, там нет приспособления даже для взвешивания меня, то есть мне пришлось не взвешиваться. И действительно было страшно, вот как этот страх победить? Но тем не менее, кстати, я все равно продолжала сбрасывать веса, я вернулась домой, и у меня какое-то количество ушло. Есть очень важный психологический момент. В данном случае надо идти навстречу своим страхам. То есть если вы боитесь какой-то ситуации, ее обязательно требуется проработать. Почему? Речь идет о сохранении достигнутого результата. Представьте, вы сбросили последние лишние граммы, и вы едете к маме, вы едете туда, где все включено и так далее. И у вас уже есть навыки. Ни один человек не сможет посчитать точную калорийность, даже используя весы и так далее, это давно известно. Просто есть определенная энергетическая ценность, и когда вы берете и используете свой глазомер для измерения продукта, это то, что нужно, то, что нужно для того момента, когда вы сбросив вес, уже будете сохранять результат. Вы не будете всю жизнь считать калории. Да, я надеюсь, потому что мне надоело. Конечно. Поэтому, когда вы сбросите вес на уровне подсознания, вот этот измерительный прибор, он будет помогать вам сохранять достигнутый результат. Так что вы все сделали правильно. А вот тоже интересный момент. У нас разгорелся такой спор, такая прямо баталия в клубе доктора Гаврилова на сайте о том, как правильно все-таки себя вести. И у нас такие два лагеря появились. Первый лагерь был, который говорил, что, условно, если вам не хочется мяса, но все равно нужно его съесть, потому что положено. И второй лагерь, к которому тоже я принадлежу, говорил, что, ну зачем же, вот мне, например, хотелось до этого недели назад одних овощей, я все-таки на них больше налегала. А сейчас мне хочется крупы, я вот стала крупы есть. Вот как правильнее? Кто из нас прав? Рассудите нас. Екатерина, правы и те, и другие. То есть просто разная психология, и есть люди-педанты. Для них очень важно соблюдать четкую структуру. Есть люди, как вы, творческих профессий, и если вас поставить в жесткие рамки, что надо именно очень точно все делать, это будет... Вы сможете это делать, но это будет, может быть, не совсем удобно, не то качество, которое желательно получить. А вот, кстати, вопрос, я, может быть, даже не смогу. Я сейчас представила, вы сказали, когда про педанта, ведь в жизни тоже, например, я привыкла ставить кружки, условно, в порядке синий, красный, зеленый. Приехала ко мне подруга и переставила в другом, и меня уже начинает это раздражать. Кто-то привык в доме к порядку, а кто-то привык к беспорядку. Если вот загнать, например, меня в условия, я начну сопротивляться, а если человек, который, наоборот, привык к порядку поселить в какой-нибудь, ну, пусть, условно, творческий даже бардак, ему будет некомфортно там. Естественно. Поэтому и управление пищевым поведением, оно индивидуальное. В зависимости от того, как это удобно делать, это и надо так делать. Естественно, что есть определенные законы, что да, белок должен быть в рационе. Да, белок бывает разный, он бывает растительный и животный, бывает полноценный и неполноценный. Имеется в виду тот состав аминокислот, это кирпичики, из которых наше тело строится. Одни есть в одних продуктах, другие в других. Поэтому рацион желательно надо, чтобы был разнообразный. И педантично придерживаться какой-то определенной диеты, ну, процентов 10 людей это с удовольствием делает. А 90% им это не нравится, им это не подходит, потому что, ну, это может быть действительно как у вас ненормированный рабочий день. Здесь что важно? Здесь важно для себя индивидуально подстроить так управление пищевым поведением, чтобы это было удобно тебе. Здесь специалист зачем нужен? Чтобы он помог открыть дополнительные возможности, которые вы можете использовать. И ваша программа снижения веса, она не будет походить на программу снижения веса, может быть, у точно такой же девушки, такого же возраста, как и вы. Потому что у нее другой образ жизни, у нее другая работа, у нее другая личность. И моя задача, как специалиста, помогать вам делать так, чтобы у вас шло снижение веса, а вот как вы едите, какие продукты выбираете, в какое время вы их кушаете, сколько вы их берете, это уже немножко индивидуальные позиции. То есть тут каждый сам для себя определяет, как в каком именно виде ему комфортно. Здесь нужна определенная свобода, свобода выбора. Вот сейчас я нахожусь где-то в середине пути. Но я себе представляю, мы уже как-то с вами об этом говорили, что когда я подойду близко уже к тому весу, о котором я мечтаю, к идеальному весу, и останется там 2-3 килограмма, наверное, мне уже как-то, ну, может быть, я могу расслабиться, и как-то вот действительно какой-то, может быть, еще один соскок с программой. Вот что делать людям, которые уже подошли к этому индивидуальному весу, как это удержать? Прежде всего, способ контроля за достигнутым результатом закладывается на начальном тренинге. То есть то, что вы делаете сейчас, вы тренируете те механизмы, которые помогут вам в дальнейшем сохранять достигнутый результат, это раз. 2. Соскоки с программой, когда остается немножко килограммов, когда прекрасное самочувствие, уверенность в себе, когда вас засыпают комплиментами, естественно, ослабляет мотивацию, но весы еще показывают лишние килограммы. И здесь, давайте я вам дам как раз задание сейчас, мы не будем дожидаться того времени, когда останется несколько килограммов, мы сейчас вот это задание уже проверим. Давайте. Пересмотрите свои цели. Вот вы сейчас на данный момент, как мне известно, сбросили 10 килограммов. И уже какие-то цели, я просто знаю, я не знаю, я точно не помню, какие они у вас, я точно знаю, что некоторые из них уже реализовались. Вы их вычеркните и допишите те цели, которые, возможно, вам казались нереальными, когда вы только начинали снижать вес. В которые я просто не верила. Возможно, они даже вам в голову не приходили, бывает и так. Поэтому сейчас ваша задача вычеркнуть то, что достигнуто, и поставить перед собой новые задачи. Ну, опять же, вот вы говорили про красную черту, да, когда вот мы вроде сорвались и съели полностью холодильник вместе с холодильником. Ну вот откуда это берется, вот это желание непонятное, когда все было вроде бы хорошо, жизнь мне моя нравилась, и новый образ жизни мне мой нравится, и есть мне вроде бы не хочется. Ну, вдруг я прихожу домой, и уж я не знаю, какие тараканы повернулись у меня в голове, но я открываю холодильник и начинаю его уничтожать. Откуда это? Что это может быть? Что вот неправильно человек в этот момент делает? Мне очень интересно, Екатерина, а вот вообще сама эта мысль пришла на основании предыдущего опыта? Конечно. Поэтому, смотрите, вы сейчас снижаете вес другим способом. Тем не менее, у вас сидит вот этот страх, что вы придете домой, холодильник набросится на вас, и вы не сможете от него отбиться. Проанализируем эту ситуацию. Хорошо, пусть это будет так, что по ряду разных причин вы съедите больше, чем предполагали. Почему такое может быть? Да, возьмем теоретически. Если вдруг произойдет вот такой момент перебора, переедание, ваша задача просто зафиксировать, сколько калорий было съедено, и опять же проводим красную черту, и просто продолжаем все делать дальше. У вас этот страх пройдет. У вас будут моменты, когда вы переберете какое-то количество калорий, но когда вы убедитесь, что вы можете продолжать сама, без чьей-то помощи и поддержки, дальше делать все, как надо делать, вот этот страх, он просто исчезнет. А бывают еще какие-то, может быть, психологические моменты, когда действительно будет, к чему-то можно будет возвращаться? Чего мне ждать вообще? Может быть, какой-то стресс, и мне опять захочется, не знаю, все съесть. Может быть, это будет не один день, может быть, это будет неделю. Есть такой интересный момент, как говорится, бойтесь своих желаний, они имеют обыкновение избываться. Желания бывают те, которые хорошие, и бывают страхи. Вот сейчас вы говорите о том страхе, который может быть на вашем пути. Давайте проанализируем ситуацию. То есть у вас случились какие-то стрессовые моменты. Почему вы должны опять возвращаться к еде? Потому что я всегда заедаю стрессом. Какие есть еще способы снятия стрессового напряжения? Вот у вас сейчас. Ну, например, посмотреть какую-нибудь хорошую комедию, если это грустный стресс. Если это какой-то стресс физический, например, слишком много работы, значит, расслабиться, почитать какую-то хорошую книжку. Или элементарно выспаться, может быть, съездить куда-то на природу. Вот смотрите, сколько есть еще вариантов. Поэтому ваша задача психологически, если возникает такой страх, продумать. Хорошо, если возникнет такая ситуация стрессовая, я сделаю раз, два, три. Еда – это как один из способов снятия стрессового напряжения, не самый выгодный. Вы выбираете более выгодные. И я точно знаю, что когда вы будете снижать вес, вы обязательно это будете использовать. Здесь, что важно, зачем нужна помощь психолога, чтобы проработать вот эти моменты дополнительные. Как можно еще успокоить свои нервы? Михаил Алексеевич, а вот когда я уже окончательно приду к своему идеальному весу, и вот кто-то же уже пришел, вот как это удерживать? Не будет ли рецидива? Ведь, ну, правда, многие жалуются, что вот вдруг встали на весы, ой, плюс пять килограммов. Вот, а это что за такие непонятные? Опять же, я помню, что нельзя употреблять слово «срыв». Екатерина, мы сейчас говорили о тех рецидивах, которые возникают в процессе снижения веса. Бывают рецидивы через год, через пять, через десять. Почему они происходят? Вот эти навыки, которые сейчас вы формируете, они навсегда. И в любой момент, если вы к ним вернетесь, вы уберете эти лишние килограммы. Вопрос, почему они возникают? Вы умный человек, у вас интеллект, и есть огромное количество людей, которые сбросили вес по нашей программе, но они встречаются с рецидивами. Это может происходить потому, что не только психология влияет на вес. Допустим, ну, это известный факт, что с возрастом снижаются обменные процессы. И снижение функции щитовидной железы может привести к тому, что нормальное пищевое поведение, которое человек выработал, теперь уже не подходит к его организму. И требуется определенная поддержка уже телесного плана, телесного уровня. Бывает так, что, если опять же брать биопсихсоциальную модель, бывает, что социум, это вечно жующие коллеги, это вечное общение за столом и так далее. И может опять дать о себе знать пищевая зависимость. За последнее время в выпущенной пищевой промышленности очень много так называемых съедобных наркотиков. То есть той еды, которая вызывает биологическую тягу, не психологическую. Но мы о них говорили в прошлых передачах. Да, бывают стрессы, которые, скажем так, вышибают человека. Допустим, он переехал в другой город или в другую страну, уволился с работы или наоборот на работе какой-то обрал. Поэтому нами сейчас предлагается целый пакет дополнительных тренингов, которые помогают человеку, имеющему навыки контроля за весом, в момент рецидива убрать эти лишние килограммы. Это стройность и здоровье без лекарств, допустим. К нам обратилась наша бывшая клиентка, которая сбросила достаточно большое количество веса. И 10 лет у нее сохранялся прекрасно нормальный вес. И вдруг за последние годы она набрала 5 килограмм. Она задала вопрос, я говорю, все знаю, я все правильно делаю, но вес растет. Оказалось, серьезный дефицит по витаминам, микроэлементам. Почему? Потому что у нее было достаточно однообразное питание. Это бывает, когда люди выбирают себе определенный рацион продуктов и, как по рельсам, постоянно употребляют одно и то же. Так удобно, потому что. Это удобно, с одной стороны, но организм это очень сложная биологическая машина. Если он недополучает каких-то важных веществ, возникает так называемое поисковое пищевое поведение. То есть человек начинает неосознанно переедать в поиске вот этих нехватающих ему элементов. И поэтому тренинг «Здоровье без лекарств» предполагает очень серьезную нутритивную поддержку, которая рекомендуется на основании научных данных именно конкретному человеку. И это значительно облегчает контроль за нормальным весом. Еще одна программа, которую предлагает наш Центр для профилактики рецидива, называется «Настроение стройности». Что это такое? Это профилактика уныния, это профилактика депрессии. Когда накапливаются стрессы, когда обстоятельства окажутся, весь мир против тебя, когда меркнут какие-то желания, какие-то цели, и человек впадает в это состояние уныния. Тренинг позволяет за короткое время нормализовать эмоциональное состояние, просто вернуться к жизни, что называется. И килограммы, как говорят те, кто прошел этот тренинг, уходят сами. Есть программа «Пищевая независимость». За последние годы пищевой промышленности выпущено много продуктов, которые вызывают биологическую тягу. И эта программа помогает очень быстро избавиться именно от биологической составляющей пищевой зависимости. От пищевых наркотиков? Да, от пищевых наркотиков. Конечно, мы все знаем, что такое пищевые наркотики, что их много и так далее, но знаний мало, здесь нужна именно помощь. И самое интересное наше нововведение – это генетическая диагностика. То есть данному конкретному человеку мы можем сказать, на какие именно продукты, на какие именно стороны его образа жизни надо повлиять так, чтобы получить максимальный эффект и предотвратить достаточно страшные заболевания, которые могут у него быть. И последнее наше нововведение – это генетическое тестирование, которое позволяет уже индивидуально данному конкретному человеку сказать, какое количество физических нагрузок и как ему требуется. Какие именно продукты чаще надо включать в рацион, какие реже. На какие стороны его образа жизни требуется повлиять для того, чтобы предотвратить серьезные, иногда смертельные заболевания. И это то, что сейчас поможет любому человеку, независимо от того, из-за чего у него лишний вес, вернуть себе стройность достаточно легко. Вот на самом деле это очень интересная тема по поводу снижения веса и здоровья. Но у нас, к сожалению, заканчивается время, Михаил Алексеевич. Может быть, мы в следующий раз поговорим об этом более подробно? С удовольствием. Давайте тогда. Спасибо вам большое. До встречи в следующей передаче. Спасибо, Екатерина. Ничего лишнего. Ничего лишнего на весах. Я приехала в Центр опробовать на себе различные методики для снижения веса. Сейчас для Екатерины мы проведем диагностику на аппарате, который поможет выявить нам количественный состав тела нашей пациентки. И благодаря этому мы сможем выявить динамику снижения веса. То есть посмотрим, что происходит с жировой массой, посмотрим, что происходит с мышечной массой и с водой. Данный аппарат достаточно достоверно покажет нам результаты количественного состава тела. И подобные аппараты используются в клиниках, которые занимаются снижением веса. Екатерина, согласно нашей диагностике, мы можем наблюдать динамику снижения веса. Мы, согласно нашей диагностике, с момента прихода в наш центр, вы потеряли 4 килограмма 820 грамм чистой жировой массы. Это очень хороший результат. Можно себе представить в виде пачек масла, например. Одна пачка масла 200 грамм. Вот представьте, 4 килограмма 820 грамм. Можете себя обмазать с таким количеством масла и посмотреть, сколько ушло у вас чистого жира. Кроме того, в процессе снижения веса уходит не только жировая масса, но еще и мышечная масса. И мышечная масса у вас ушла в количестве 1 килограмма 400 грамм. В принципе, это норма. Жировая масса сгорает гораздо хуже, чем мышечная. И в процессе снижения веса 30% мышечной масса от общего сброшенного количества веса должно уйти. Поэтому это норма. Белки вы употребляете. Жировая масса сгорания очень хорошо. Ну и водичка. Смотрите, водички, конечно, было у вас много изначально. Задержка была в количестве... В весе 101 килограмм у вас была задержка воды в количестве 1 литра 660 грамм. Сейчас у вас идет задержка воды в количестве 970 грамм. Это тоже хорошая динамика, да, то есть в большей степени в неклеточное пространство у вас освобождается от отечной жидкости лишняя. То есть процедура направлена на выведение жидкости. Дренажная процедура идет вам на полу. Вы проходите сеансы к выведению эзотической жидкости из организма, лишней жидкости отечной. И это очень здорово работает. Я вас поздравляю. Процесс снижения веса у вас протекает очень здорово. Так дышать. А теперь я отправилась в кабинет остеопата. Этот врач помогает правильному функционированию внутренних органов. Значит так, у вас напряженная диафрагма. И это дает сдавление внутренних органов печени, желудок. И является одной из причин возникновения отеков нижних конечностей. Одна из явных причин лишнего веса – это стрессовые состояния, пережитые. И, так сказать, накопленные негативные эмоции. Накопленные, которые не были выплеснуты, что ли, так сказать. Вот вот здесь сейчас произошло высвобождение. Вообще, эта зона очень важная у человека, потому что, так сказать, одна из самых важных стратегических зон. Здесь нервное сплетение и жизненно необходимые органы. Еще раз вдох. Вот, еще пошло освобождение. Выдох, расслабились. А вот и косметолог. Здесь мне сделают лимфодренаж. Он выводит лишнюю жидкость. Значит, это аппарат «Футура», «Футура-Про», который используется в клинике у нас для снижения веса, для работы с локальными жарными отложениями, для электролиполиза и миостимуляции. Выбираем зоны. На аппарате высвечиваются самые проблемные зоны – живот, ноги. Аппарат мне показывает сам, куда нужно накладывать. Аппаратный лимфодренаж нужен для того, чтобы воздействовать на лимфатическую систему организма, выводить токсины, которые образуются при снижении веса, выводить лишнюю жидкость. И мы раскладываем электроды в определенной последовательности, которые соответствуют основным лимфатическим сосудам, так можно сказать. Процедура лимфодренаж назначается в самом начале снижения веса для того, чтобы простимулировать основные зоны, скажем так, дать сигнал организму по методу обратной связи, с какими зонами нужно работать, выводить жидкость. Это аппарат, называется Lift Shape фирмы LPG. Первый этап процедуры – это лимфодренаж, тоже работа с основными лимфатическими коллекторами. Коллекторами, с другой стороны, так, ощущение клевое. И эффекты потрясающие. По сосудам идем. Поднимаем, вот здесь мышцы, плотизма крепится. Нам нужно ее простимулировать сюда. Вот таким вот. Субтитры добавил DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова